Это было вчера. Это происходит сегодня. Saturn S1C перешел от проектирования чертежной доски к опытному изготовлению. Центр маршала НАСА отвечает за разработку ступени ракеты-носителя B, 1C ракеты-носителя Saturn V. Компания Boeing является подрядчиком ракеты-носителя. Разработка технологий производства, соответствующих требованиям надежности, современным достижениям и возможным производственным возможностям, является совместной ответственностью. По сути, ракета-носитель S1C — это конфигурация тандемного танка. Поставь бак с окислителем сверху и войди в конструкцию бака. Следующий затем — топливный бак в сборе сверху и прикрепленный к конструкции тяги, который поддерживает болото, базовые конструкции и пять двигателей F1. Первое статическое испытание ракеты-носителя запланировано на октябрь 1964 года. Сейчас идет пилотное изготовление огромных переборок резервуара. Шесть основных джигов. Наши станции были разработаны для выполнения этой операции. Отверстия, необходимые для фитингов, вырезаны один M и установлены фитинги. Затем верхняя и нижняя части каждой секции ядра обрезаются. Затем верхняя и нижняя секции свариваются вместе, образуя сегмент запекшейся крови. Затем кровь обрезается и направляется по бороздкам с каждой стороны, чтобы хорошо добраться до других участков. Далее все секции кровли свариваются вместе, обрезаются и сборка переборки завершена. Следующая операция — закрытие переборки. Используя этот инструмент, технологическое подразделение Marshall в настоящее время выполняет пилотное изготовление. Преимущество этого производственного процесса можно показать, следуя последовательности изготовления перегородок через шесть станций. Предыдущие методы изготовления перегородок на меньших компонентах резервуара использовали подвижный J, который перемещался под неподвижной сварочной головкой. Этот подход был непрактичен для эллиптических переборок больших диаметров. Здесь мы видим верхний сегмент секции крови, расположенный на станции. Одно приспособление и оснастка, и сегменты переборки изготавливаются компанией Boeing в Вичите. Первая операция — это установка различных фитингов для топливопроводов по мере необходимости. Здесь мы видим вырез для крепления. Эти фитинги — короткие рукава-хроники — используются для конструктивной поддержки туннелей всасывания топлива. Компоненты переборки обрабатываются мостовыми кранами, которые пересекают площадь над всеми станциями джига. Светильники были спроектированы боевым центром и изготовлены для МСФС. Технические характеристики Boeing. Это приспособление состоит из портала и тележки. Портал подвешивает вращающуюся каретку над зоной сварки. Эта каретка устанавливается для подготовки к обрезке и прокладке выреза при подготовке к сварочным работам. Каретка поддерживает как режущую, так и сварочную головку, которая может быть прикреплена без снятия каретки. Секция переборки крепится к креплению с помощью гидравлической прижимной системы. В соответствии с оригинальным пледом производства, начальные операции будут выполнены в маршале с пилотными операциями, за которыми последует изготовление этапов наземных испытаний и первого летательного аппарата. Эти усилия будут включать частичное изготовление и сборку S1CT, первый этап статического обжига, S1CT, этап динамических испытаний и одно светлое пиво. Все машины, технологии изготовления, а также процедуры, разработанные и доказавшие свою осуществимость и надежность в маршал, будут использоваться в маху в производстве. Выдумка S1C Все приспособления и оборудование будут переданы в маху для использования Boeing и на этапе производства программы, после того, как маршал выйдет из программы S1C. Сварка плавлением конструктивных компонентов, из которых состоят контейнеры с топливом, выполняется автоматически как механическим, так и электронным управлением. Толщина колодца в местах установки варьируется от 0,2 до 0,8 дюйма в зависимости от размера ямки. После завершения сварки на каждой секции сегмент удаляют и подвергают рентгеновскому осмотру, а затем транспортируют на очистное сооружение. Часть формируется по возрасту, где исправляется искажение колодца. Затем очищается сегмент ядра вершины и применяется декодирование эрудиции 14,2 или 12 сотен. Далее верхний сегмент и базовый сегмент секции запекшейся крови подготовлены к сварке. Эта операция выполняется на втором приспособлении станции, которое на самом деле состоит из двух приспособлений, одного для верхнего сегмента, как показано здесь, и одного для базового сегмента. С этой точки зрения углубление на мормышке можно четко отметить. Вакуум, воздействующий в каждой из этих точек, удерживает материал на месте, но не привязывает материал к кондуктору так плотно, как целые защелки, и позволяет области сварки перемещаться. Таким образом, применяется термин «мягкая оснастка». Этот раздел. Нижняя часть верхушечного сегмента обрезается. Края, сегменты вершины и основания вырезаны в вогнутой или выпуклой форме, чтобы обеспечить соединение типа шпунта и паза. Вогнутое сечение имеет глубину примерно в 0,06 дюйма. Это приспособление используется с базовым сегментом секции крови. Здесь видны места вакуума. Базовый сегмент устанавливается на мормышку, готовясь к окончательной обрезке базовой линии. Операции обрезки и маршрутизации выполняются инструментом, который перемещается по фиксированной дорожке, которая является частью приспособления, обеспечивающего один и тот же разрез на каждом сегменте. Затем сегменты вершины и основания будут приварены в сборку основной секции. Эта операция выполняется на вершине, чтобы приспособление Бейсвела было станцией номер три. Это приспособление состоит из трех секций, а верхняя опора удерживает сварочную головку и направляющую для перемещения устройства по двухкомпонентному приспособлению типа тележки с использованием вакуумных систем позиционирования, удерживающих сегменты гор. Этот подход широко используемый в МСФСИ, называемой мягкой оснасткой, будет использоваться в мыши. Где бы это ни было практично, верхний сегмент позиционируется для сварки. После позиционирования приспособление заблокировано. Далее базовый сегмент расположен и заблокирован. Две части платформы тележки соединены, образуя единое целое. Эта платформа наклонена, что позволяет непосредственной зоне сварки оставаться в положении подъема. Этот метод исключает запуск нашего объединения сварочного материала. Колодца делаются одним движением головы. Дорожка скважины повторяет контур головки в сборе, но близость головки к рабочей поверхности не зависит от точности дорожки. Это достигается с помощью электронного чувствительного устройства, которое компенсирует изменение кривизны рабочей поверхности и близость сварочной головки к детали. Скорость перемещения сварочной головки, угол атаки и другие аспекты управления запрограммированы и контролируются электронным способом. Это обеспечивает систему, которая эффективно сокращает человеческую эру и обеспечивает высокую степень надежности. Далее секции запекшейся крови расположены на обшивке переборки и креплении маршрута. Это станция номер 4. Здесь участок обрезан до меридиональных линий обрезки, затем проложен с обеих сторон. Одна сторона секции выполнена вогнутой, а другая выпуклой, что позволяет устанавливать шпунт и канавку между секциями. Секции гор, используемые в этом пилотном производстве, изготовлены из алюминия 2219, того же материала, который будет использоваться во всех испытаниях и производственных ускорителях. Вся часть запекшейся крови удерживается вакуумом, тем самым удерживая деталь в нужном положении до завершения операции. После обрезки запекшуюся кровь удаляют и помещают на монтажную станцию переборки номер 5, где 8 секций запекшейся крови соединяются вместе, образуя переборку. Эта картина состоит из зажимного устройства поворотного стола диаметром 396 дюймов, центрального пьедестала высотой 17 футов и вакуумного патрона размером с два боковых отверстия, соединяющих пьедестал с кольцом. Сборка переборки начинается с того, что две секции запекшейся крови устанавливаются так, чтобы подлизаться к вакуумному патрону. Секции соединяются вместе с помощью шпунтового соединения. Сварочная головка, подвешенная на изогнутом рычаге, выполняет стыковую сварку по меридиану вдоль стыка двух отверстий, начиная с основания и двигаясь вверх и по эллиптической траектории. Голова делает один проход, чтобы сварить. Две раны вместе и толщина сварного шва будут варьироваться от 0,2 до 0,8 дюйма. После прохода голова будет откинута в сторону и сварной шов просвечен рентгеном. Сварочная головка перемещается по подвесному пути и управляется аналогичной системой, используемой на станции номер 3, где сегменты свариваются вместе. После того, как один сустав будет завершен, будет сделан рентген. Поворотный стол поворачивается, устанавливая следующее соединение секций гор, и процесс скважины повторяется до тех пор, пока все восемь гор не будут сварены вместе, образуя переборку. Основание переборки будет обрезано, и вся секция переместится на станцию номер 6. Отделка центральной части и хорошее крепление. Это центральное приспособление выполняет окончательную отделку и операции по установке 50-четвертидюймового диска из алюминиевого сплава в центре переборки. Центральный диск закрывает верхнюю часть переборки. Этот джиг состоит из центрального пьедестала и восьми опорных кронштейнов. Переборка опущена с пьедестала на подлокотники. После этой операции переборка возвращается на пятую станцию, где проводка приварена к базовой секции переборки. Инструментарий ощутил влияние командных усилий в проектировании, изготовлении и монтаже с тех пор, как Центр космических полетов Маршалла в течение нескольких месяцев руководил разработкой Boeing и инструментов. Дизайнеры любого подразделения заложили основные правила разработки, а затем разработали основные концепции дизайна в области изготовления перегородок. Совместные усилия — это не абстрактный термин в отношениях между MFC и компанией Boeing. Это очевидная истина, этап S1C станет результатом лучших усилий команды Маршалл-Боинг. Продолжение следует...